Пятна равномерно окрашена более контрастным цветом. Пятна не должны быть сроченные. Не обязательно, чтобы это были обязательно какие-то отдельно стоящие розетки. Это могут быть довольно крупные пятна. Но никакого намёка на их срастание, что один перетекает плавно в другой, не должно быть. Они должны быть все обязательно разорваны. Другая с тебя начнём, оба 65. Самая громкая кошка в эстетке, самая громкая бенгайская кошка. В общем, у каждого бенгала очень буквы, они княкают. Некоторые гавкают. То есть у всех очень специфический звук. Например, мой бенгал, он со мной разговаривает, он не говорит мяу. Если он садится со мной разговаривать, он конкретно говорит слово мама. Он его проговаривает. То есть я ему говорю, ну кум, он говорит, мам, мам. То есть он чётко повторяет вторую букву М в конце, и они сядут в сума, и я поеду слышно очень много. Беспокоилась, да? Помимо окраса, о котором мы уже говорили, у этой замечательной молоденькой кошки великолепная породная голова. Честно. По стандарту. С великолепным профилем. С этими немножко дикими, неправильной формы глазами. Великолепный носик со спуском. Хорошие, красивые, высоко поднятые ушки. Пощупать красивого бенгала, спокойного, это отдельное удовольствие. Потому что шерсть у них обладает. Вот вы прикасаетесь к нему, это вот как шёлк, как атлас. Очень короткий, остевой, тонкий волосок, настолько плотный, что сделать против шерсти бенгалу невозможно. Она тут же ложится на место обратное. Всклопоченность природных бенгалов не бывает. Шерсть тоже отдельно оценивается, если она жёсткая, это уже не бенгал. Бенгалы должны быть именно шёлковыми, именно мягкими и очень простыми. Ещё один представитель, мужчина, представитель породы бенгальская. Тоже классического окраса, с великолепной яркой розеткой. Очень насыщенного, тёплого оттенка. Можешь специально туда смотреть? Великолепный длинный хвост. Потрясающая комплекция. Я сказала уже маме, что такую талию на бенгалах иметь нельзя, запрещено. А бенгал, вот отъездцы мальчик, наверное, гуляет за девочками следит. Ещё посмотрите обязательно в эти глаза. У всех бенгалов, кроме снежных окрасов и кроме окраса сепи, должен быть обязательно зелёный глаз. Разных оттенков. От светло-светло-салатового к насыщенно-зелёному. В зависимости от того, как создала природа. Только снежные окрасы, это поинтовые окрасы, имеют голубой глаз. И сепия обязана иметь жёлтый глаз. И тот, и другой, естественно, окрас является искусственно выведенным. Он не очень породный. Сейчас мы маму попросим развернуть. Ладно, я попробую сама. Ещё одной отличительной особенностью бенгала являются большие колокольчики. Бенгалы видны из века. Причём бенгал в хорошем настроении. Они вообще очень активные и общительные животные. Хороший бенгал, когда у него всё хорошо, всегда ходит с высоко поднятым хвостом. И вот идёт это чудо по коридору. Две ноги, колокольца и высоко поднятый вперёд морчащий хвост. Да? Ты же хорошая. Да, молодец, молодец. Итак, номер 59. Я хочу вам сказать, что это юниор. Это даже не взрослый год. Это ещё юниор. Держите крепко провозор. Здесь рисунок более контрастный. Здесь более тёмная работа пятна, что тоже допустимо. Я оставила его на потом, чтобы вы увидели, насколько они разные могут быть. Очень крупный кот с очень мощной головой, с сильными челюстями, огромными ярко прокрашенными глазами, высокими ушами, сильные, крепкие лапы. Судились очень хорошо. Мы даже с ним обнимали. Правда, ловили его по всему залу? Для вас позируют, конечно. Кто ещё меня не сфотографировал? Кто ещё меня не сфотографировал? Ой-ёй. Недавно маленький. Устроился. Котёнок номер 61. Но настолько вежливое животное. У нас вчера, когда была экспертиза бенгальских кошек, их собралось пять или шесть в одном титуле и в одном окрасе. Субтитры создавал DimaTorzok, а в Муку на нашем compagnia. Субтитры создавал DimaTorzok. д関.